Доброе утро, друзья! У нас субботник Папа рисует, называется Приходите на канал Рыбакит Меня зовут Ваня, я там рисую А сегодня мы рисуем на тему Греции Вот прям большой и древней Греции Рисуем Парфенон Древние греки жили, жили, жили Построили Афины и построили в Афинах Парфенон Это большой храм Храм большой, вот такой будет храм Много колонн в нем Много колонн И такая треугольная крыша Легко будет нарисовать, потому что мы будем рисовать фломастером У тебя все получится У меня фломастеры двухсторонние, гамма, мультики 12 цветов, идеальный подбор цветов Да, я думаю, да, потому что есть серый Розовый, зеленый, два, все что нужно Так, начинаем С чего начать Парфенон? Лучше взять серый Почему серый? Отлично, видно и слышно Спасибо за ответ Мне очень нужно взять финбэк от вас Потому что я должен знать, как меня видно и слышно Так, берем серый фломастер Фломастер отличается тем, что здесь толстое перо А здесь тоненькое, когда мелочи нужно доводить Можно начинать тоненьким сейчас Давай начнем тоненьким Потому что мы делаем набросок Чтобы у нас Парфенон получился по плану Мы нарисуем ему вот такой вот прямоугольник Здесь посередине, такой большой, довольно-таки Мы нарисуем начало прямоугольника Вот здесь вот так Раз Отлично Так, горизонтальную линию Горизонтальная, значит, она не закатывается куда-то И не вертикальная Да, она горизонтальная Нарисовал После этого нарисуем еще Так, вниз немного И еще одну линию И он, конечно, на ступеньках стоит Так, повыше сделали греки Чтобы лучше видно было И, конечно, у него Парфенон такой на горе построен Мы вот Парфенон так рисуем Парфенон, красивый храм Который еще немножко сохранился Когда хотя бы много развалилось Вот теперь высоту Ставим высоту Сколько колонн у Парфенона? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Ну, я не знаю Мне кажется, их девять, а может, десять Ну, вот так вот Их плюс сколько-то Вот тут ставим еще одну точечку И вот тут точечку еще Чтобы у нас вот так он вот так шел, да? И теперь делаем еще одну полоску горизонтальную Все это рисуем серым фломастером Тоненьким Тоненьким, чтобы это набросок был Набросок Теперь вверх идем Все названия Архитектурных Архитектурных названий Я не знаю Просто мне это интересно, конечно Но все наизусть мне трудно выучить Да? Но, хотя это интересно Кому-то это очень интересно И многие ребята учат И становятся архитектором Мне тоже иногда это хочется сделать Но все же Мы хотя бы знаем, что есть у нас основания Колонны и крыши Будем хотя бы так называть После этого треугольника рисуем крыши Здесь точечку ставим И сюда ставим Так раз проводим И два проводим Вот такой парфенон Крыша, конечно, у него громадная получилась Еще и еще Сейчас он белый Когда-то он был раскрашен Ярко-ярко, красиво раскрашен А здесь какие-то рисуночки Вот такой у нас парфенон Теперь рисуем колонны Колонн будем рисовать Не очень много Потому что не влезет много Но будем постараться Вот так Вначале у него дорические колонны Раз Два Три Четыре Пять колонн у нас влезет Примерно так Пять колонн И пять внизу таких штук рисуем Раз Два Три Четыре И пять Опа А теперь колонны Колонны ровные Прямые Вот так идут Сверху вниз И начинаем их Наверное с серединки Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять И отлично Колонна у нас получилась У нас получился не очень похож на парфенон Потому что пропорции немножко Вылетело Что рисуем Доброе утро Рисуем Древнюю Грецию Сейчас парфенон рисуем Такой вот храм был Он есть Остался И есть еще От него останки Храма Разрушенные Такие Но их вроде стараются чинить Но пока что Так В таком состоянии Это называется Портик И здесь какие-то Интересные фигуры Барельефа И мне они тоже интересны Но они сейчас сломались Их не все Можно узнать Такие у нас получились Колонны Колонны прямые И ровные Но я хочу в них Нарисовать засечки Все колонны В таких полосочках Это довольно сложно Для ребят Помладше Так что Может быть Мамы Или папы Им помогут Вот такие полосочки Делать Сверху вниз Много полосочек Будет красиво И они такие Как пружинные будут Ага Вот так Я даже их не очень Супер ровно рисую Но получается так красиво Так как парфенон У-у-у Нарисовано А давайте здесь Нарисуем Какие-то Кулебяки Как будто бы Здесь есть Какой-то Борелье Люди Воины Встречаются Кони Бегут И вот здесь Все это Можно разглядеть Внутри Стояла Статуя Статуя Кажется Зевса Стояла Тут И было интересно Было посмотреть Но она не сохранилась Теперь берем Зеленый цвет Есть зеленый цвет И рисуем Рядом С парфеноном Много зелени Рисунок В дереве не очень росло много Но наверняка Там росли какие-то Кипоисы Может быть А может быть Там росли Оливковые деревья Всегда Много оливок В Греции Это такое дерево Где растут оливки Такие вкусные Маслиные оливки Как говорят Вот такой у нас Парфенон получился И еще мы будем Сегодня использовать Голубой цвет Для голубого неба Мне хочется нарисовать Настоящую Грецию Я нарисую облака Такие вот здесь Вот такие облака Греция Очень мне нравится Эта страна Древние греки Мне особенно Симпатичны Про них интересно Почитать Почитать Мифологию Медузу Гаргону Мы конечно же Нарисуем Я хочу нарисовать Какие-то Интересные моменты Графические Которые запомнятся Ребятам И они будут В будущем изучать Или заинтересуются Больше Заинтересуют Эти моменты Конкретно заинтересуют Ребята И они захотят Побольше узнать Про этих греков Какие они были Умные Хитрые Находчивые Вот такой у нас Храм получился Очень мне Это нравится Такой храм Я думаю Что мы можем Уже и заканчивать Не сложно Сегодня было Нарисовать Немножко тень Нарисуем Сзади колон Как будто бы Там тень Там же в храме Тоже тень была Там стены были Ну колонн много было Но все-таки стены были И там темно было И мрачно Не мрачно А может там как-то Темно было Там Точечки И Отлично Я думаю Я думаю Получилась Довольно Греческая картина Для начала Дальше Дальше У нас Греческую карту Карту Древней Греции Да Карту Древней Греции Тоже Порисуем Такая картина Получилась Очень мне Она нравится Прям Я зову Вас Рисовать Со мной А может быть Побольше Надо было Нарисовать Колонн Тогда Буду Пошире Получился В жизни Вот такой Пошире Что-то я не угадал Но Стараюсь С первого раза Нарисовать Не всегда Получается Ставлю на паузу Все ролики Сохранятся На Рыбакит На канале Так что Приходите Рисуйте Со мной Я Сейчас Буду Рисовать Карту Древней Греции Что еще Интереснее Потому что Мне там Интересны Разные Города Поговорив Где они Были Многие ребята Уже слышали Про Древнюю Грецию Но не знали Как она там Бы Чего там У нее И сейчас Как раз Можно ее Найти И порисовать